А вот я как гражданин Украины хочу сказать, чем Украина отличается от России. Просто те мусульмане, которые живут в России, они думают, что в Украине так же, как и в России, как и в Казахстане, как и в Кыргызстане и в других СНГ. На всем постсоветском пространстве. Потому что люди не жили там и не знают, что и как там. Как ты заезжаешь в Украину, ты прям чувствуешь свободный воздух, ты дышишь свободным воздухом. Тебе никто не подойдет, ничего не скажет, ты черный понаехал. Никто тебе не скажет, ты мусульманин, рожи буду делать и так далее. Они там довольно на улицах делают, в палатке ставят. Да. Мы выходим на улицы, в центре Киева, брат, мы выходим в центре Киева и рассказываем людям об исламе. В России завернут сразу в течение 10 минут. Одна бабушка подходила к нам, коммунистская какая-то. Вы что в христианской стране проповедуете вашу религию, ислам? Мы говорим, мы же не нарушаем закон. Нет, вы не должны сейчас полицию вызывать. Она вызывает полицию. Приезжает полиция и говорит, что случилось. Вот они распространяют свой ислам тут. Полиция на него смотрит. Что? Они ничего противозаконного не делают. Обычно это слушать русским ухом. Вот это невозможно на самом деле русским ухом это услышать. Я не представляю себе это. То есть ты можешь легально зарегистрировать свою религиозную организацию, для которой есть у нас там ассоциация мусульман Украины, и заниматься призывом. А украинцы, я хочу помнить, это не русские, которые в России живут. Украинцы другой народ совсем. И они размышляют. Они размышляют. Они, когда ты и говоришь им, вот религия ислам учит вот так вот. Они задумываются, ну действительно, в этом же, как это и есть правда. Мы дарим Коран. На следующий день они ислам принимают. Аллаху Ак-Тар. То есть никаких проблем не бывает, никаких споров не бывает. То есть мы спокойно стоим в центре города, на Хрещатике. То есть вам дали свободу, но вы не призвали к терроризму. Да, как мы могли. Не может быть. Всем голову не отрезали, что ли. Просто он же в прямом эфире сказал, мы в Украине там готовят исламские группы формирования и так далее. Получается, мы что ли? Наверное. Просто некоторые наши зрители и слушатели в комментариях могут писать, что вы, зачем вы лезете, Украина, Россия и так далее. Вот сейчас к этому подойдем. Мы, мы лезем не в государственный строй, мы лезем в жизнь мусульман. И там, и там живут мусульмане. И я знаю на этой почве, за то, что Россия с Украиной враждуют, враждуют мусульмане, которые в России, которые в Украине. Понимаете? До такой степени. Что вы делаете? Мы все братья. Мы все братья, субханаллах. И эта земля, если сравнивать, давайте будем сравнивать. Эта земля, Украина, приютила столько беженцев, мусульман, начиная с палестинцев. Палестинцев. Это при том, что Украина поддерживает Израиль. Поддерживает и дружит с Израилем. И там много евреев, много иудеев, которые приезжают в Украину на паломничество. Это вообще Украину называют вторым Иерусалимом. И при этом она принимает палестинцев. Там большая диаспорта палестинцев живет. Там они живут, никто их не трогает, никто их не притесняет. Также много наших Кавказцев там живет, которые в Россию запрет. Их приютила Украина, дала им вид на жительство, они там живут. Никаких проблем не делают, никого не притесняют. Какая каверская страна такое делает? Из постсоветских пространств, возьмем, например, да? Где? Вот это и есть свобода. Почему? Потому что украинцы сами любят свободу. И они любят тех людей, которые хотят свободу. Они поддерживают нас, дагестанцев. Они говорят, да, вас Россия захватила. Хотя многие дагестанцы еще не понимают, что это случилось. А украинцы это знают. Наш один пользователь. Ты говоришь, когда ты... Я улетаю в Украину. Когда ты говоришь, что я с этого, с Дагестана, они говорят, о, я там, у меня есть друзья в Дагестане. Никто тебе скажет, проехали тут. Нету такого. Просто больше удивительно, те, кто называет себя мусульманами и пытаются воевать за Россию. За сколько там? О, это да. 60 тысяч долларов, грубо говоря, но, собхан Аллах, пролить столько крови отобрать. Невинных людей. Да, от невинных людей отобрать. Просто они недальневидные. Они думают, вот я сейчас пойду повоюю, столько денег себе заработаю, я буду жить. Это грубейший эгоизм, который не думает. Вот, например, допустим, представим такую ситуацию, например, Россия захватила Украину. Что дальше будет? Будет то же самое, что на Кавказе. Мусульмане не смогут распространять ислам. А мусульмане абсолютно ничего не смогут, так же, как и не могут сегодня на Кавказе что-то сделать. Кто-то говорит, мол, там, вот Дагестане разрешают и так далее. Мы знаем, как разрешают Дагестане, что завтра, после завтра придут, подкинут и заберут. Потому что так сильно разрешают, что мы все уехали. Ни шааллах, я хочу одно. Людей, людей, пару человек, 3-4 человека вышли просто с плакатами, хотим мир с Украиной, нет войне, их все хлопнули, да? Что такое? Просто хотеть нельзя уже, понимаете? И те, кто едут туда сражаться за эту страну, то после вашей смерти в любом случае Аллах спросит вас за пролитую кровь. Не только, если они даже, вы называете их кафирами, вы выгодите, вы все равно сами сражаетесь с кафирами, вместе с кафирами и проливаете. Если вы невинных, несправедливо крови проливаете за это, Аллах спросит вас. И это не останется просто так. Подытожим, что я хотел сказать мусульманам, чтобы они не верили в СМИ, которые сегодня распространяют, пропагандируют разные информации. Аллах же говорит в Коране, мы должны руководствоваться Кораном во всех случаях, везде в жизни. Этот Коран нам не спослан. Это верное руководство для богобоязненных. Субхан Аллах. Если мы не им будем руководствовать, чем еще? Своим нафсом. Наш нафс у каждого говорит свой. Рашид захочет по-другому, я захочу по-другому, Микаэль или кто-то еще захочет по-другому судить. Но Аллах не спасал нам это руководство, чтобы мы всю информацию, всю свою жизнь через нее пропускали и ею жили. И в этой книге, в данной ситуации Аллах говорит, что если к вам нечестивец принес весть, то разузнайте. Для чего? Для того, чтобы не поразить по своему незнанию невинных людей. А не то вы будете сожалеть об этом.